Жаркие учения проходили на протяжении 10 дней в Сочи. Главная задача – обменяться практическим опытом в борьбе с преступностью. И тут уже не до разных климатических условий. Хотя в бронежилетах и шлемах, в субтропиках представителям монгольской делегации было нелегко, признаются они сами. Была задача изучить формы и методы работы в исправительных учреждениях. Как раз заключительный этап учений проводился по легенде на территории колонии, где взбунтовались осужденные. Заключенные выдвигают свои условия. В первую очередь предоставить транспорт, чтобы скрыться из зоны. Берется в заложник один сотрудник исправительного учреждения. Машина им предоставляется, но выехать с территории уже не получается. Поскольку преступники угрожали жизни заложника, было принято решение о силовой операции. Она началась тут же, как только у нескольких заключенных появился шанс попасть на свободу. Освобождение заложника и захват преступников заняли считанные минуты. Были задействованы две боевые группы, включая монгольский спецназ. Одно спецподразделение под названием «Ягуар» из Орловской области, другое – «Акула» из Краснодарского края. Следующий этап операции – подавление бунтов за стенках тюрьмы. Взбунтовавшихся заключенных 50 человек. Спецназ проникает внутрь и благополучно завершает операцию. Задержанных увозят уже в другое специализированное учреждение. Действовали слаженно. Не было сбоя ни в одной группе, ни в одной подгруппе. Вы видели, применяли специальные средства, средства взрывания и подрыва. Никто не пострадал. Соблюдались меры безопасности как самими сотрудниками, входящими в состав штурмовых групп, так и сотрудникам, которые обозначали преступников. Тактика специальные учения проводится регулярно сюда, в Сочи, и приезжает в учебный центр со всех областей и краев страны, а теперь еще и из Монголии. Там отряд выполнения специальных задач создан только год назад, чтобы научиться новым методам подавления массовых беспорядков в жилых помещениях. Наши ребята говорят монгольским бойцам, есть чему поучиться у россиян. В специфике, допустим, освобождение Лиза охвачивается в качестве заложника в определенной тонкости. И им это было очень интересно, поработать с российским спецназом. А руководство филиала Южного межрегионального учебного центра отметило терпение и выносливость. Спецподразделение СВАТ из Монголии. Что касается вооружения, то оно как у одной, так и у другой страны практически одинаковое. В основном российского производства, за редким исключением иностранных новейших образцов спецвооружения.